Добрый вечер еще раз всем. Сегодня у нас четверг, традиционная встреча, 19 мая. Продолжаем наши еженедельные вебинары, продолжаем мыслить в нужном ключе. Меня зовут Алексей Наумович. С 2005 года по образованию являюсь инженером-программистом. С 2014 года являюсь партнером по продвижению технологии SkyWay в фонде SkyWorld Community. И, как обычно, у нас встреча начинается с небольшой презентации. Потом переходим к новостям последним. Ну и завершаем небольшим интерактивом, диалогом. Кто желает, кстати говоря, поучаствовать голосом, можете написать. Пригласим вас. Ну и, как обычно, начнем с проблем в современном транспорте. И накопилось уже много за прошедшие 100 лет. Ну и, естественно, это пробки, аварийность на дорогах. Все вот такая вот суета. Ну, в общем, картинки говорящие. Думаю, что тут много слов не надо. Достаточно один раз посмотреть. Вот точно так же в грузоперевозках есть очень много проблем. Контейнеры, которые заполонили. Вот мы видим здесь порт. И, казалось бы, ну, так даже рассказывали, в каком-то голландском порту, чтобы перенаправить вот просто с одной стороны реки на другую сторону реки контейнер. Там просто какие-то сумасшедшие затраты и по времени, и по деньгам. И это, на самом деле, очень большая проблема, которая, может быть, для обывателя не видна. Но она, на самом деле, очень большая и такая больная, довольно существенная. Ну и, продолжая разговор про проблемы, так как транспорт у нас находится на земле, то, естественно, сопряжен из-за этого с большим количеством проблем наземных. Те, которые касаются именно наземных. То есть это снег, песок, кто-то борется с песком, кто-то со снегом, кто-то с паводками. В общем, огромное количество тоже вопросов здесь существует. Ну и, естественно, выбросы, выхлопы, всевозможные аварии. Все это тоже имеет место. Вот. Ну, естественно, помимо эксплуатации транспортных средств, также вопросы возникают и при строительстве. Вот, казалось бы, построить обычную дорогу, обычную там асфальтовую дорогу, а это целое-целое мероприятие в виде вырубки леса, в виде создания специальной подушки, там, выбрать почву, грунт. Там, то есть, ну, очень-очень много вопросов. Это долго, дорого. Вот. Ну и мы, в общем-то, видим, как это все происходит. Вот. Ну, не говоря уже про тоннели в горах, вот, ну, и вот такие вот надземные, казалось бы, в правильном направлении развивающиеся, но в силу отсутствия технологий специальных, вот, они тоже выглядят довольно громоздко, передвигаются медленно, вот, и неэффективно. То есть, как бы, не могут являться решением транспортных проблем, ну, в общем-то, в глобальном масштабе. Вот тоже пример надземной дороги, вот. Ну, и мы больше всего не будем говорить про надземные дороги, именно дороги второго уровня. Вот. Ну, это, кстати, просто как пример, который же существует, который работает около 100 лет. Вот. Ну, и, в общем, продолжая вот эту идею, вот, мы сейчас поговорим про идеальное транспортное решение, которое уже на сегодняшний день, в принципе, существует. Вот. Ну, на канатных дорогах останавливаться, наверное, тоже не будем сильно. Вот. Тоже это надземное решение, вот, но оно сопряжено с определенным количеством недостатков, таких как скорость, вот, короткие расстояния, вот, единый канат, который приходится тянуть механизмом. То есть, ну, в общем, тут тоже много вопросов. Вот. Ну, идеальное транспортное решение, оно уже есть, вот, оно уже существует. Вот. И мы про него сейчас и поговорим. Вот. Это идеальное транспортное решение, это струнные транспортные системы. Вот. Струнные транспортные системы, которые уже были продемонстрированы в Беларуси, в Марьиной Горке, она на полигоне. Почему струнные? Ну, потому что в основе технологии лежит струна. Вот. И данная струна позволяет делать, казалось бы, снаружи обычный рельс, то есть прямоугольный, вот, но внутри за счет нахождения в нем струны. Рельс может быть очень длинным, он может быть гибким, он может быть вот таким вот вертикальным, может быть горизонтальным. То есть, ну, очень-очень большая вариация возможностей. Вот. И вот мы видим пример в Беларуси. Пролет 400 метров. Изящная, легкая, такая вот ажурная, как паутинка, наверное, на фоне неба смотрится дорога, по которой могут перемещаться транспортные средства. Ей нет необходимо тянуть ее, как в канатных дорогах, тянуть за этот трос. То есть он жестко закреплен на анкерных опорах. И по этой вот легкой ажурной трассе уже перемещаются транспортные средства. Ну, и вообще сам струнный принцип, он уже известен давно. Единственное, что его, да, Таисия, добрый вечер, его применили в данном конкретном исполнении. Ну, и про то, что дороги второго уровня обладают колоссальным преимуществом, тоже, наверное, говорить. Ну, в принципе, понятно, что нет необходимости засыпать, вот как здесь на картиночке, засыпать озера, там, где реки. Нет необходимости срезать холмы. То есть мы достаточно, если грубо говоря, вбиваются два столба, натягивается сверху путевая структура, и вот уже у нас готовая, идеально ровная, не подвержена никаким снегопадам, или попаводкам, или еще чему-нибудь, то есть и так далее, и так далее. Вот. Ну, и сам струнный принцип. Есть варианты, соответственно, исполнения. Вот посерединке видим жесткая ферментная структура, где могут ехать транспортные средства и сверху, и снизу. Есть более легкие варианты, облегченные. Вот тоже мы видим, на больших пролетах могут быть с прогибами, могут быть идеально ровные. То есть все зависит от места применения в городе, или за городом, то есть, ну и так далее. Вот. Ну, и вот тоже эта картинка реальная, из экотехнопарка. Мы видим два транспортных средства. Одно двухместное, второе 14-местное, вот, которые вот как раз-таки по закольцованному маршруту там могут передвигаться. То есть снизу она будет идеально ровная, а сверху с провисом. Вот. Ну, и еще это тоже находится в Беларуси, в Марино-Горке. Жесткая, так, та самая, которая была посерединке, по которой можно ехать и сверху, и снизу. Вот. Сверху это транспортное средство, которое рассчитано на скорость до 500 км в час. Снизу это обычный городской, рассчитанный до скоростей до 150. Ну, как бы обычный городской и 150 немножко не укладывается в голове в текущем городе. То есть у нас сейчас в городе до 60 км в час скорость. Но подняв транспортное средство над землей, то есть 60, как бы уже это не предел, вот, и можно разгоняться там до 100, до 50, в зависимости от того, какое количество там остановок, какое расстояние между остановками. Вот это будет безопасно, то есть пешеходов на дорогах не будут попадаться, то есть как бы, ну, то есть это абсолютно свободное пространство, то есть второй уровень это абсолютно свободное пространство, которое можно использовать эффективно, перемещаться даже в городе со скоростями до 150 км в час. Вот. Картинка абсолютно реальная, да, еще раз повторюсь. Вот это изображена станция, вот, трехэтажная. Вот на первом этаже там музей, посвященный технологии Skyway и струнного транспорта. На втором этаже это станция пассажирская городская. И на третьем этаже это станция высоко-скоростная. То есть это такой образец, чтобы можно было приходить заказчику и смотреть, как функционирует данная система. Закат в Марьиной горке. Тоже мы видим вот эту фирменную. И рядышком спроектированный для швейцарских условий, тоже такой двухместный Unilight. Вот легкий. Или Univind. Univind. Как ветерок. Вот, который тоже как вариант перемещения для каких-то условий. Вот. Ну и автором технологии является Анатолий Дорогич Юницкий, который на протяжении всей своей жизни занимается данным направлением, начиная с школьных лет, потом продолжая это все в университете. Вот. Потом это всевозможные конференции, всевозможные выставки, всевозможные там протаптывания тропинок в гос. с чиновниками, там, и белорусскими, и российским. И, то есть, ну, было много-много. Длинный-длинный путь 40-летний. Ну и сейчас мы как раз-таки подошли к тому этапу, когда уже технология фактически готова. Вот. И уже остается только дело за внедрением. Вот. Ну и вот недавно у него был день рождения, 73 года. Ну и тоже мы рассматривали на предыдущих вебинарах его взгляды на жизнь. Вот. Как он, каким образом ему приходят идеи в транспорте, как он заимствует идеи из природы, беря их из природы, реализует все это в транспорте, в металл, в железо. Вот. И как он получает то самое идеальное решение, про которое мы сегодня говорим. Ну и, естественно, ну, в общем, планета наш дом. Вот. Ну и если кому интересно, можно будет посмотреть на предыдущих вебинарах. Долго не буду останавливаться. Вот. Ну и человек открытый, очень радеет за экологию, за планету, за очень много мыслей. Вот. И, ну и, в общем-то, одно из его как раз-таки вот мы видим здесь направление, это струнный транспорт, струнный транспортной системы, вот, на Земле и в космосе. Вот. Почему на Земле и в космосе, тоже немножко сейчас попозже рассмотрим. Вот тоже, да, книжечка. Это было написано за 40 лет. Огромное количество книг. Вот данная книга одна из последних, вот, где описывается полностью история воплощения данной технологии в реальность. Вот. Ну и тоже так затронем немножко про коэффициент аэродинамического сопротивления. В принципе, это такой, как бы, техническая деталь. Можно, наверное, ее уже и не рассматривать, в принципе. Вот. Ну, как бы, пока я слайд этот оставляю для наглядности, то есть, для понимания, когда говоришь про скорости, там, до 500 км в час, чтобы было понимание, что это возможно, вот, и оно возможно благодаря тому, что коэффициент аэродинамического сопротивления, он, вот, если посмотрим цены цифры, то он в 10 раз, ну, почти в 10 раз он лучше, вот, этот коэффициент ниже, то есть, чем у обычного автомобиля. То есть, у обычных автомобилей при скоростях, там, 100 км, там, 120, у него колоссальное аэродинамическое сопротивление. То есть, ну, если мы едем на машине, мы, вот, высуним просто руку в окно, то есть, мы почувствуем, какое сильное сопротивление воздуха. Вот. Поэтому, когда мы говорим про скорость 500 км в час, то, естественно, должна быть у нас поверхность идеальная. То есть, она просто должна быть идеально обтекаемая. Вот. Ну, и мы видим, что вот были тоже продувки в аэродинамических трубах, и мы видим, коэффициент, он намного-намного ниже. Поэтому рассказы про 500 км в час, они вполне реальны. Вот. И, ну, и сейчас над этим тоже ведется работа. Вот. Ну, и про также, так как коэффициент сопротивления низкий, тоже здесь улучшается, естественно, эффективность. То есть, меньшее количество топлива. Ну, если переводить, допустим, электроэнергию в литры, то оно, как бы, намного ниже, чем у обычного транспорта. Вот. Иногда раньше спрашивали, упадет, не упадет. Вот. Ну, тоже для наглядности остается картиночка. Не упадет. Вот. Здесь специальная противосходная система поддерживающая. То есть, могут браться уклоны, там, 15-20 градусов. Вот. И все будет в порядке. Никуда оно не денется. Вот. Ну, и тем более, что мы уже все, многие из вас, ездили, катались и проверяли. Ну, и постоянно придумываются всевозможные новшества. Вот одно из последних новшеств, которые мы рассматривали, от инженера Дениса Бауткина. Вот. С вихретоковым замедлителем. То есть, тоже, как бы, такая система, которая помогает транспортным средствам тормозить. То есть, если, не дай бог, заходя на станцию, соблюдается не та скорость, которая необходима, то специальными вихретоковыми замедлителями скорость может регулироваться. Ну, там, двери мы тоже, в принципе, рассматривали там раньше. Там, то есть, огромное-огромное количество мелочей. То есть, кажется, вроде бы, да, кабинка, да. Но эта кабинка состоит из огромного количества мелочей. Там, система управления, там, десятки километров проводов. То есть, ну, это просто, ну, очень сложное. То есть, одно дело, там, сделать, например, болт или гайку, а другое дело, сделать транспортную систему с нуля. То есть, там, огромное количество инноваций, огромное количество доработок. Вот. И команда постоянно над этим работает, улучшает и обновляет. Вот. Ну, если так подводить итоги, то есть, то, о чем было сказано. По капитальным затратам, то есть, стоимость строительства струнной технологии, они минимальны. Видим, что стоимость имеют. То есть, нет необходимости вот эти все сложные конструкции огородить. То есть, материаловымкость минимальная. Поэтому стоимость строительства минимальная. По эксплуатационным расходам тоже минимальная. Нет необходимости чистить, там, от снега, там, от песка, латать асфальт. Это тоже минимальные эксплуатационные расходы. Расход энергии минимальный за счет того, что маленькие кабинки, эффективная аэродинамика, то есть расход энергии минимальный. Пропускная способность максимальная при всем при этом, потому как транспортные средства могут быть как двухместные, так они могут быть и 30-местные. Они могут ездить как каждую минуту, так могут ездить каждые 2 секунды. То есть за счет плотности потока, за счет размера кабинок можно очень легко регулировать пропускную способность. То есть она может быть даже больше, чем в метро. Ну и загрязнение окружающей среды минимальное, потому как это электромобиль на стальных колесах. И с минимальным потреблением энергии. Транспортная аварийность тоже минимальная. Только просто подняв транспортное средство в ту плоскость на второй этаж, на второй уровень, мы снижаем значительно аварийность. Если брать статистику на дорогах автомобильных, то многие из нас уже знают, что полтора миллиона человек в год на дорогах гибнет в мире. Это просто колоссальные цифры. Если сравнивать даже с войнами какими-то, то некоторые войны за ним жизней меньше уносили, чем просто автомобиль, который у нас ездит на дорогах каждый год. Полтора миллиона гибнут и 10 миллионов еще становятся коллегами. Поэтому мы смотрим, что по сравнению с автомобилями, то тоже минимальная аварийность. То есть вот именно второй уровень, нет пересечения с животными, с людьми, в общем с биосферой. То есть это отдельный уровень. Поэтому все вот это подводя итог, можно смело сказать, что да, действительно, это транспортное решение является идеальным на сегодняшний день. Чего-то более нового, чего-то более современного пока еще не придумали. Поэтому и вряд ли придумают, потому как, опять же, вернемся к инженеру Юницкому. Все берется из природы. Все очень, казалось бы, просто, но при этом гениально. И вот этот набор всех этих компонентов, он как раз таки обеспечивает все эти показатели. Ну и, а, ну да, мы сейчас пройдемся немножко по линейке. То есть могут быть двухместные, шестиместные, 14-местные, 30-местные. То есть варианты исполнения для города, для деревни, для еще чего-то, междугородные, международные. То есть тут может быть большое количество вариаций. Ну и, естественно, тоже грузовое. Изначально в бизнес-плане грузовое направление закладывалось только на перевозку сыпучих грузов. Но потом со временем люди, которые там, потенциальные заказчики, которые приезжали к Юницкому, то есть они спрашивали, что у вас по поводу грузовых перевозок контейнеров. Ну и также было принято решение, что да, мы можем перевозить контейнеры. Вот и была принята специальная, придумана конструкция, которая это позволяет сделать. Ну и сейчас это на стадии реализации. В Объединенных Арабских Эмиратах мы сейчас ждем крастрассу под большие контейнеры. Вот, естественно, огромное количество сертификатов, огромное количество наград, патентов, дипломов. Сегодня мы в конце поговорим немножко про дипломы. Вот, тоже отдельно затронем. Есть огромное количество публикаций. Вот это одна из последних, что мы рассматривали. Это международная выставка белорусская, транспорт транзит Беларусь, вот, в котором тоже рассматривается ЗАО струнной технологии. Вот, мы видим тут фотографии из Беларуси, видим фотографию здесь из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть постоянно эти публикации, они появляются. Мы их с удовольствием читаем. Вот, пишутся дипломы. Вот, тоже мы недавно рассматривали, вот в Арабских Эмиратах студент решил посвятить свою магистрскую работу вот как раз-таки струнным технологиям. Также были еще и более ранние работы. Насколько я помню, даже в 2014 году был австралийский студент, который тоже делал свои исследования именно в струнных дорогах. Ежегодно проводятся, кстати говоря, конкурсы таких вот работ. Вот, и, ну, вот, я в том числе участвовал в одном из таких конкурсов, то есть, когда студенты присылают свои дипломные работы, вот, и Анатолий Ильич Юницкий выбирает лучшее, вот, ну, и потом с последующим трудоустройством данного студента. То есть, ну, при его желании, естественно. Вот, молодые кадры приветствуются сейчас, потому что иногда проще научить с нуля студента молодой мозг, да, чем переучивать уже таких матерых конструкторов, которые всю жизнь делали там трактора, либо там, не знаю, белазы, либо что-то еще. Вот, конечно, да, опыт, естественно, не отнять, вот, но порой переделать парадигму, немножко думать в другом направлении бывает сложно. Вот, поэтому молодые студенты, в том числе и последних курсов, тоже приветствуются, вот, и если есть у вас такие, вот, юные специалисты, то тоже участвуйте в конкурсах. Вот, ну, и это одно из зданий в Минске, которое находится в собственности у компании. Вот, это было, наверное, третье по счету здание, которое занималось, то есть, было сначала на Немиге здание, потом было на Дежинского здания, потом вот это на Чеботарева. Вот, и сейчас переехали уже в четвертое здание, которое находится на улице Железнодорожной. То есть, тоже название улицы, видимо, неспроста, ну, в общем, соответствует духу компании Железнодорожная 33, ну, где, в общем-то, размещается весь конструкторский состав, ну, дизайнерский, конструкторский, там, бухгалтерский, ну, в общем-то, весь, весь, все, все, все мозги, которые находятся на Железнодорожной 33. Руки компании находятся у нас в Шабанах, то есть, здесь именно собираются, все, что было придумано на Железнодорожной, в Шабанах у нас собирается уже в такие конструкции, тоже очень талантливая команда, вот, и в дальнейшем все собранное в Шабанах привозится в Марину Горку и здесь тестируется. Вот, и для этого было тоже построено пять трасс уже готовых, две трассы еще в процессе построения, вот, иногда звонят, в частности, допустим, вчера мне звонили, спрашивали, работает ли ваш технопарк, вот, ну, и тоже приходится отвечать, что, ну, для всех желающих он не работает, вот, но если есть желание посмотреть, то можно приехать в парк Акварель, который находится рядышком, то есть, вот мы видим здесь вот озеро, вот, ну, и, в общем-то, начиная вот справа и влево вот до озера, тут находится парк Акварель, в котором, ну, такие вещи, как для досуга, можно погулять, отдохнуть, при этом посмотреть, как, что, где расположено, вот, и, в принципе, иметь понимание, что все действительно, что все есть, и оно существует, и можно это все посмотреть, пощупать. Вот, ну, и тоже красивая картиночка, та, которая была в публикации, где запечатлены все виды, ну, наверное, да, все или почти все виды транспортных как раз-таки решений, которые у нас уже на сегодняшний день имеются. Вот, ну, и когда в Беларуси вот эти вот прекрасные машины начали ездить, люди начали их тестировать, кататься, заинтересовались технологией Объединенной Арабской Эмираты и спросили, ну, вот у вас тут все красиво в Европе, можете ли вы сделать такие же, только для наших суровых условий? Ну, естественно, Юницкий сказал, что да, без проблем, сделаем и для вас, вот, ну, и тоже, как, видимо, часть его плана было иметь вот такой, как салон продаж не только в Европе, но и также вот как раз-таки в Эмиратах, который бы смог обслуживать клиентов там из Африки, из Ближнего Востока, там, то есть, в общем-то, из того региона. Вот, ну, естественно, работы начались, вот, и на сегодняшний день уже построена там одна действующая трасса, три еще на подходе, есть центр такой же станции, как вот в Марьиной Горке, где можно указать диспетчерский пункт, где можно прокатиться, то есть, в общем, полноценный такой центр для демонстрации. Вот, ну, и в 2021 год было огромное количество в основном телерепортеров, всевозможных журналистов, которые приезжали, освещали данный транспорт, то есть, такой этап популяризации 2021 года, это именно журналисты, то есть, мы видели статьи, начиная от Канады, заканчивая Австралией, Японией, то есть, по всему миру писали и трубили о том, какие крутые решения есть в Эмиратах, вот, ну, чего бы, наверное, в Беларуси, наверное, не получилось. То есть, ну, Дубай сейчас такой туристический центр, туристический, деловой, финансовый, вот, и куда стекаются очень много центров притяжения, ну, наверное, всего, там, и денег, и интеллектуалов, там, не знаю, и любителей новшества и так далее. Вот, ну, и поэтому решение Ленинского построить технопарк еще и в Эмиратах тоже было верным. Вот, ну, и вот тоже мы видим здесь легкий контейнер, такая половинка, то есть, это небольшой, то есть, и видим Unicar, который перепередвигается, вот, и люди на нем тестируют. Ну, вот тоже видим, а, ну, и в 21-й год вот эти все делегации плавно переросли в Экспо, посвященное 50-летию Дубая, вот, тоже на протяжении полугода со всего мира стекались сюда всевозможные, со всех стран, там было представлено, наверное, все страны. Не знаю, сколько стран, но, в общем, там, больше 100, каждый показывал свои достижения, вот, люди туда стекались со всего мира, и вот, ну, естественно, мы приходили в итоге потом и в наш центр струнных технологий. Ну, тоже одна из делегаций, это вот африканская делегация, вот это европейская делегация, по-моему, ребята из Чехии приезжали. Ну, в общем, тут всех, как бы, перечислять не буду, но вот это те из последних, которые мы на наших последних вебинарах рассматривали. Ну, тоже вот некие там директора различных компаний приезжали, владелец нидерландской там компании, ну, в общем, высокопоставленные всевозможные бизнесмены, чиновники и так далее. Ну, и была тоже сделана видеопрезентация, вот, как итог вот этого полугодового Экспо, вот, кому интересно, можно тоже посмотреть по ссылочке. Вот, ну, и продолжая, как бы, немножко вперед, то есть, как дальнейшее развитие технологий, естественно, это адресные проекты, естественно, это линейные города. Вот, ну, вот так может выглядеть станция в городе, то есть, снизу мы видим люди, пешеходная зона, там где-то кто-то на машине подъехал, вот, поднимаются на станцию на второй, на третий этаж, кому куда надо, вот, ну, и начинают, и, как бы, дальше происходит уже передвижение на втором уровне туда, куда человеку необходимо. Вот, ну, и следующий этап, то есть, когда мы, развитие технологии, то есть, от каких-то городских станций переходим дальше к соединению городов, вот, ну, естественно, так как технология, она струнная, которая основана на анкерных опорах, то есть, каждые три километра должны быть какие-то опоры, за которые цепляются, как раз-таки, струнный рельс, вот, то такая, каждая такая опора, она может быть вот таким небоскребом, то есть, она может быть не маленькая, как у нас мы видели в Мариногорке и вот в Эмиратах, она может быть высокой, вот такой вот высокой башенкой, где могут размещаться там и школа, и больница, там, и аптека, там, кинотеатр, магазин, то есть, в общем-то, весь деловой, так скажем, центр находится в таких башниках, ну, а люди, в общем-то, могут жить в частном секторе, вокруг данной башни, и, в общем-то, в такой вот концепции, в принципе, как бы автомобиль даже не нужен, то есть, и добираясь со скоростью 500 км в час, можно жить спокойно где-то, допустим, между Минском, там, и Гродно, там, или Минском и Гомелем, добираться в любую точку быстро и комфортно, вот, ну, и как продолжение линейного города, вот, могут потом в дальнейшем возникать вот такие вот шахматные, то есть, шахматные, шахматные конструкции, да, то есть, мы видим параллельно вот такие вот линейные идут кластеры, вот, где можно перемещаться, то есть, жить даже на шельфе моря, вот, перемещаться между башенками, то есть, если раньше у нас дороги были снизу, то есть, теперь дороги, получается, здесь сверху, вот, ну, и комфортно, такое перемещение уже надземное. Тоже мы отдельно рассматривали в наших бинарах вот такие вот линейные города, именно как структура для жизни, вот, одно из последних, наверное, новшеств, вот, к тому, что было сказано до этого, вот, такие вот горизонтальные небоскребы, то есть, тоже одна из идей, то есть, людей селить не вертикальные небоскребы, а вот такие вот горизонтальные многоэтажки, вот, которых тоже может быть несколько этажей, то есть, на первом этаже, там, зона жизни, на втором этаже, это может быть, там, ну, то есть, теплица какая-то, там, которую могут обслуживать специальные люди, ну, в общем, тут тоже целая концепция, вот, в рамках вебинара одного не расскажешь, но идея как раз таки заключается в том, что, да, в центре находится доминанта башня, вокруг нее находится жизнь граждан, вот, и в таких вот поселениях может там жить до, допустим, до 5000 человек, которые могут быть, например, объединены какой-то общей профессией, может быть, может быть, какой-то общей идеей, то есть, ну, не знаю, IT-деревня, например, да, и вот вокруг это IT-деревня, тут ходят, здесь работают, вокруг вот они живут, вот, ну, в общем, такая концепция тоже, кстати говоря, ну, концепция линейных городов, вот, поддерживала, была поддержана дважды, причем, Организация Объединенных Наций, то есть, Юницкому выделялись специальные гранты дважды, вот, и на которые он развивал технологии, вот, ну, и почему Организация Объединенных Наций их поддерживает, ну, потому что есть тоже проблема перенаселения, есть проблема, ну, именно, вот, крупных городов, то есть, что необходимо с этим что-то делать, убирать пробки, убирать эти муравейники, и вот равномерным слоем расселять людей по планете, но при этом, чтобы они жили комфортно и могли без труда добираться, то есть, в любые точки, куда необходимо, вот, ну, и если выстраивать вот такие вот линейные города, то есть, там, допустим, город, там, из, ну, скажем, вот, Санкт-Петербург, там, например, ну, там, Минск, Минск, Москва, там, Минск, там, что-нибудь еще, там, Токио, то есть, это может быть целая-целая сеть, вот, которая, если, может иметь название сеть Transnet, то есть, у нас сейчас есть сеть Интернет, то есть, это сеть передачи данных, то есть, то, посредством чего мы сейчас с вами общаемся, и можно реализовать еще сеть Transnet, то есть, транспортная сеть, которая будет, по сути, сетью для передачи людей и грузов, то есть, уже в реальном мире, где будешь просто садиться вот в вагончик, нажимаете в смартфоне, пункт назначения, там, Токио, да, все, и поехал, и вагончик знает, каким маршрутом тебя довезти, без всяких пересадок, вот, и комфортно, нет необходимости, там, крутить баранку, то есть, просто сидим и наслаждаемся видами, вот, ну, это линейная города, и последнее, обычно мы про него немного говорили, но следующий этап, вот так как у Минского мы видели книгу «Струнные технологии на Земле и в космосе», то есть, следующий этап, который он себе ставит в план, это общепланетное транспортное средство, то есть, это уже при наличии транснета, то есть, и когда все, так сказать, проблемы транспортные на Земле будут решены, вот, можно уже начинать выстраивать транспортную систему, которая бы доставляла грузы в космос, ну, потому как космос сам по себе бескрайний, в нем есть специальные, ну, то есть, он, ресурсы его безграничные, то есть, начиная там от солнечной энергии, могут быть полезные ископаемые, вакуум, то есть, ну, есть много позитивных моментов, которые может дать космос, и это необходимо использовать. Ну, долго не будем на этом задерживаться, но очень многим как раз-таки притягивает Юницкий со своей глобальностью мышления, вот, и планами, то есть, далеко-далеко идущими планами. Вот, ну, и переходя в день текущий, на сегодняшний момент реализована часть технологии, мы уже видели, она реализована, и часть технологии еще необходимо дореализовать. Мы находимся в преддверии 15-го этапа, вот, и на сегодняшний момент необходимо достроить как раз-таки 20 километров высокооскоростной трассы, вот, чтобы показать как раз-таки вот эти 500 километров в час, вот, и достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, по сути дела, вот это вот на 15-й этап, вот эти две задачи необходимо решить. Ну, оцениваются эти задачи примерно в 100-150 миллионов долларов. Вот, вот, помимо краудфандинга, который в 2014-го года финансирует технологию, также, естественно, ведутся переговоры с крупными фондами, вот, то есть, на текущий момент уже технология готова к этому. Вот, ну, а касаясь уже нас, маленьких, так скажем, единиц, людей, которые поддерживают технологию, есть специальные пакеты, то есть пакеты для студентов, там, для пенсионеров, для простого рабочего, то есть, если технология нравится, если технология человеку отзывается, то человек может поддержать данную технологию, вот, потому как есть инженеры мозги, которые реализуют руки наши, которые делают транспорт, а есть люди, которые все это дело финансируют. Ну, естественно, финансируют они не просто так, то есть, взамен они получают специальные доли, вот, которые, доли в компании, которые в дальнейшем, в случае успешной реализации проекта, они будут приносить какой-то, какие-то дивиденды, то есть, какой-то обратный денежный поток. Вот, ну, и, говоря, вот, тоже подводя, то есть, почему выгодно поддерживают, ну, это потенциально большой крупный проект, то есть, который решает большую проблему, большие задачи, то есть, и, ну, приводя даже примеры просто из прошлого, допустим, тот же, вот, взять Панамский канал, насколько я знаю, строили американцы, там, сто лет назад, вот, тоже привлекались деньги простого инвестора частного, то есть, и те, кто участвовал в финансировании этого Панамского канала, до сих пор, там, внуки и правнуки получают оттуда дивиденды. Поэтому здесь может быть вполне такая же история, вот, и кому это отзывается, могут поддерживать технологию и получать свои какие-то доли, фиксировать, то есть, это, по сути дела, как собственность, как машина, как квартира, вот, которая регистрируется на человека, заводится специальный реестр, вот, и там это все хранится. Вот, ну, и переходя к новостям, новостей на этой неделе было, в принципе, немного, но есть очень важная новость, вот, прям такая, что, ну, то есть, радуешься за успехи компании, то есть, компания-разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси, вот, то есть, насколько я знаю, у Юницкого был долгий, ну, он давно, как бы, он и работал там по молодости в институте, по-моему, полимеров, там, при Академии наук, вот, и вот, наконец-таки, прошли аккредитацию в Государственном комитете по науке и технологиям, вот, и это позволило компании получить статус научной организации, потому что часто называли Юницкого там псевдонаучным, вот, ну, в конце концов, он добился научный статус научной организации, вот, компания-разработчик, написано, проходила аккредитацию впервые, вот, сразу получила почетное звание, вот, молодым коммерческим организациям не удавалось это сделать с апреля 2019 года, да, то есть, полученный статус будет действовать 5 лет. Свидетельство стало результатов кропотливого труда, активной научной деятельности, учета в работе нюансов законодательства и на финальной стадии процедуры защиты в Академии наук, поэтому, да, поздравляем нашу команду, струнные технологии, да, Елена, это огромная победа, Анна Щитков, здравствуйте, да, ну, и вот то, что я говорил, что поговорим немножко про награды, как раз-таки подводится такое, как резюме, да, то есть, вот только некоторые научные достижения компании. На предприятии работает 11 кандидатов наук, всего в компании работает, там, чуть больше, там, 600 человек, ну, и вот, смотрите, на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют учетное звание, ученое звание доцента и более 10 преподают в вузах страны. За 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей и 5 книжных изданий. Также за 5 лет были получены 95 охранных документов на права, на объекты права промышленной собственности. С 19 по 21 год зарегистрировано 20 евразийских патентов на изобретение, а в 20-м году впервые получен европейский патент. На 21-м году два китайских. То есть, мы видим, патенты получаются сразу, ну, так, широким, как вы говорите, зонтик, зонтик, да. В 21-м году проведена регистрация 5 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В ноябре 2020 года аккредитован собственный испытательный центр. При содействии компании проведены три международные научно-технические конференции. Перспективы развития научной деятельности компании связаны с дальнейшим развитием и внедрением технологий струнного транспорта, а также реализацией адресных и коммерческих проектов в различных странах. Это, ну, в общем, очень хорошее событие, вот, ну, так такое может не каждый. Еще одно подтверждение, что мы на правильном пути, что наши усилия идут в нужном направлении, вот, и, ну, еще одна такая маленькая победа, которой, в общем-то, можно за это порадоваться. Вот, вот, еще одна новость на этой неделе, ну, традиционно уже, ну, можно сказать традиционно, каждую неделю к нам кто-то приезжает, вот, в этот раз приезжала принцесса из Филиппин, Анна Шек, вот, мы видим в желтеньком, ее сопровождали исполнительный директор Марио Покурсо и советник канцелярии шейха Саида Аль-Мактума Томас Ян. Вот, на эксплуатации, ну, как обычно, они прошли по всем этапам, по нашей, так сказать, туристической тропе, то есть покатались на Юникаре, зашли в центр управления, диспетчерский центр, то есть, видим, зашли, посмотрели ЮниЛед или ЮниФлэш, вот, и, в общем-то, остались довольны, и обменялись контактами, вот, и обсудили возможность внедрения в Филиппинах, в Индонезии, вот, ну, и, в общем, дальше поехали, так сказать, с наполненными чашами, вот, знаний, вот, и новых эмоций поехали к себе в Филиппины, вот, ну, в общем, одна из очередных делегаций, вот, будем надеяться, что они тоже когда-то в дальнейшем дадут свои плоды, вот, ну, и, переходя к следующей новости, тут еженедельно тоже проводятся всевозможные тренинги, вот, у нас Наталья наша Иванова, так уже нам полюбившаяся, вот, проводит очередной вебинар, как уложить на лопатки страх, вот, то есть, ну, это конкретно идет уже обучение для партнеров, кто-то занимается привлечением партнеров, как это делать экологично, то есть, как доносить людям информацию так, чтобы вас не пугались, вот, чтобы не бежали, чтобы вас не удаляли из списка контактов, то есть, ну, все должно быть экологично и красиво, ну, и для этого проводят специальное обучение, которое можно посмотреть в кабинете, вот, также, вот, проводится у нас мероприятие в Бельгии, который проводит Кристин, легендарный наш Кристин, Вандервивер, вот, ну, и сейчас уже открываются все возможные, ну, так сказать, офлайн-работа, то есть, открываются, снимаются ковидные ограничения, уже можно встречаться не только в онлайне, но и вживую, вот, ну, и также для партнеров, есть всевозможные наборы, то есть, набор, вот, мы видим блокноты, ручки, то есть, ну, то, что нужно партнеру для работы, все это тоже имеется, вот, также проводятся конкурсы, и вот тоже хочу обратить внимание, что с 1 мая по 30, ну, с 1 мая, в общем-то, начался очередной конкурс, вот, и на данном, в данном конкурсе могут поучаствовать, абсолютно все, вот, и данный конкурс проводится, ну, как некий этап такой соревновательный, то есть, кто больше принесет, приведет партнеров, кто больше сделает объемы, вот, ну, и есть очень хорошие призы, там, в том числе участие в розыгрыше миллиона долей, то есть, есть доступ к дисконтам 1 к 100, то есть, есть, ну, всевозможные такие ценные вещи, которые можно себе заработать, вот, ну, тоже эта информация, подробно сейчас пока не раскрываю, вот, но в кабинете можно почитать, вот, ну, и более того, там, часть информации, она будет еще выкладываться дополнительно, ну, по мере того, как айтишники выложат все это на сайте, вот, ну, в принципе, на этом у нас все, вот, где-то у нас пропал наш Олег, если у кого-то есть вопросы, пишите, вот, сейчас подождем, видимо, Олега выбило, вот, обычно ему, если кто-то хочет что-то сказать, то тоже, в принципе, можно попробовать поговорить, так, ну, а я сейчас пока выясню, что у нас тут, да, Лена, благодарю, будет у нас Олег выходить или не будет, я тут тоже посмотрим. Да, Василий, спасибо. Так, ну, что, сейчас узнаем, что у нас с Олегом.